Братанчики, это видео скорее всего удалят в течение двух недель, потому что он обязательно кинет страйк, как это всегда делает. Поэтому накидайте лайков и видео это будет в группе ВКонтакте, красивая жизнь, ссылочка будет в описании, подписывайтесь тоже. Всем холо! Сегодня непривычный видос для моего канала, но я считаю, что эту тему нельзя так долго оставлять без комментариев. Прошло уже почти 5 лет и пришло время высказаться. Хотелось бы поговорить о самом мерзком, гнилом и необоснованно самоуверенном игроке в Dead by Daylight. В ДБД всегда хватало места для ЧСВ стримеров, токсичных игроков, которые считают, что они хорошо мансят, и недалеких и вечно ноющих имбецилов со 100 часами в стиме. Но этот персонаж обошел их всех по очкам мерзости на этом гнилом параде уродов. Думаю, многие уже догадались о ком идет речь. Встречайте, Елисей! Посмешивший в комьюнити ДБД! Неприятный тип, скользкий человечек и вчерашний гопник! Это специально для контента. Где она? Вижу последнюю! Трясутся руки. Это достойно финала! Это достойно финала! Сука, мышь, я же тебя видел, а? Ну, мышь, блядь, а? Да! Финальная! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ну, я плакать хочу, как он охуел! Начну издалека. Этот человек для многих школьников, или для многих людей с интеллектом школьника, является примером хорошей игры за маньяка и выживших. Харизмы в стриминге, и просто веселым парнем, у которого на стриме можно уютно провести время, но интеллектуально развитому человеку хватит и 30 секунд, проведенных на его стриме, чтобы понять, что этот персонаж из себя представляет. Его кривляния на стримах, не шибко умные люди могут воспринять за мнимую харизму, но любой адекватный человек сразу чувствует испанский стыд. В этом видео я покажу массу примеров, которые обличат все его гнилое нутро. Смотрите видео до конца, ваше настроение точно поднимется. Давай! Четыре мне на счет, ты знаешь куда. Инферсионально. Спасибо, Сурум. Молодцы. Молодцы. Такие самоуверенные люди, после выхода подобного рода видео про них обычно начинают цепляться за типичное в этом сегменте клише. Говорить, что с них пытаются что-то поиметь, словить хайп-волну на провокационной теме. В их представлении они всегда правы, они самые лучшие, и никакая плесень в их сторон даже рот открыть не имеет возможности. Их очень бесит, когда их фактами приземляют с неба. Такое поведение обычно свойственно избалованным детям, когда указываешь им на их ошибки в поведении. Жду, когда он этот долбоёб люк закроет. А потом буду открывать болото. Сука. А что это у нас здесь? А что это? А кто это? А кто это? А кто это? Блять? За всё мною проведённое время в социальной паутине интернет, я сталкивался со многими фриками. Очень часто в комментариях к видео, или даже авторами на ютубе, которые снимали про меня видео. К ним я испытывал нейтральные чувства, но в ситуации с Елисейм невозможно остаться равнодушным к неприятным эмоциям, которые охватывают тебя во время просмотра. Хотя этот человек лично для меня ничего плохого и не сделал. Его поведение на стримах является столь отвратительным и нелицеприятным, что хочется взяться за голову и охуеть от того, какой контент поглощают люди. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Прошу прощения за то, что вам сейчас придётся увидеть. Такое действительно сложно смотреть в трезвом уме. Напишите в комментариях, что вы думаете конкретно по этой ситуации. Будет интересно почитать. Забирай меня, сущность. Но мой план достойный лайк. С самого начала своей карьеры он пропагандировал неспортивное поведение. Кемп и туннелинг при игре на маньяках. С чего он и получил свою маломальскую известность. Зарекомендовал себя как слабый игрок, который убивает выживших только за счёт использования лютого кемпа. Многие из игроков с этим столкнулись и именно из-за этого не взлюбили его. Самые пытливые из них снимали про него видосы и даже делали игру по ВК. Самое лучшее это Елисей Икзе в ютубе. Советую посмотреть. Когда он попадался против меня и у нас обоих был запущен стрим, ему сразу писали в чате, что он против Гриши. И он тупо меня игнорировал всю игру и убивал последним, когда уже вся команда умирала. Игнорировал по причине того, что был мной неоднократно переигран в прямом эфире. По причине этого он и придумал для себя тактику бегать сначала за самым слабым игроком. Но он не подумал о том, что бывают команды, в которых все четверо играют на высоком уровне. В таких случаях он просто ливает из лобби или же уходит в АФК во время игры. Встает в угол. Она встала у ворота, на АФК. Да? На часу ворота открыты еще. Не получилось. Она на часу бегает где-то, у мейна бегал. Она за мейном в единице там в углу карты. А что это там делать, когда я уже... Ахуй ее знает. Она пошла плакать, плакать в угол пошла. Я снеговика забираю на пол. Да, да, она АФК встала в углу. Изи, выебан. Давай Изи нас заспамим. Давай Изи заспамим ей. Это Елисей! Ебать! Давайте говнуться! Реально? Да. Ебать! Его игру за выжившего не имеет смысла обсуждать. Там полное непонимание механик игры, по какой причине уже сложно сказать, то ли из-за преклонного возраста, или же из-за умственной неполноценности. А как, а как, а как, а как, а как, а вот так вот! У него на канале есть множество видео, где он якобы ставит мировые рекорды, переигрывает всех на маньяках и за счет неестественных эмоций пытается создать вид, что в катках происходит что-то действительно нереальное. Но в действительности человек не понимает, или делает вид, что не понимает, каких нубиков закинуло против него. И ни слова об этом не говорит. Батюшки, блядь! Радостный ты, блядь! Затанцевала, блядь! У него нет фото в социальных сетях. Полный рост на стримах его не видно. Возможно, у него тело и фигура Огра из Властелина Колец. Предположительный рост метр сорок. Скорее всего, он стримит стоя. Он упрекал меня, залка, стримы. Скорее всего, он плотно сидит сам на синьке. Если бы вы не знали меня и его, и вам бы показали две фотографии, какой человек, по вашему мнению, больше похож на алкоголика? Проводим опрос в комментариях. Выберите цифру 1 или 2. Помните, он угрожал маленькому хеллхаунду встретиться и поговорить по-пацански? Все это осудили и посчитали неприемлемым. Но Елисей, несмотря на свой возраст, так и не осознал ошибки и, к большому сожалению, вряд ли уже осознает. Бог ему судья. Еще хотелось бы сказать по поводу его образа. Когда-то в 2018-м я натыкался на популярного блогера Шимора. И когда на ютубе появился Елисей, я сразу заметил сходство в речи, поведении и речевых оборотах. Поэтому я убежден, что его образ полностью скопирован с Шимора, только извращен его примитивным быдломышлением. Видео сегодня, как говорится, но сегодня оно у нас есть. Значит, новая выживалка вышла под названием The Zombs. Значит, ситуация такая. Мы с тобой ждем The Forest, а The Forest все пока еще не выходит. Но говорят, уже скоро выйдет. Вот. И, соответственно, я все жду какие-нибудь интересные выживалки. И тут наткнулся на вот эту. Мы, короче, с тобой ехали-ехали по дороге. Вот, случилась авария. Машина разбивается. И вот он, наш главный герой, просыпается. Друзья, я не против, что подписчики Елисея высказались в комментариях. Но их менее учитываться не будет. Поэтому, пожалуйста, пишите. На этом все. Советую делать выбор в пользу более интеллектуального контента, а не прозевать время на стримах умственно ограниченного человека. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайк. Буду рад видеть ваши отзывы в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok